МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для того, чтобы люди не остались наедине с этой бедой, был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Это позволило за счет бюджетных средств оперативно взяться за решение основной части проблем. Сегодня обсудим нюансы произошедшего в Панковке. Помогут нам в этом прокурор Новгородского района Денис Герасимов, жители пострадавшего дома Татьяна Гладких и Анастасия Бутина. Их квартиры на шестом этаже сгорели полностью. Также в нашей студии заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новгородской области Алексей Купин. глава Панковского городского поселения Наталья Федорова. И заместитель главы администрации Новгородского района, возглавляющий комиссию по чрезвычайной ситуации, связанной с этим пожаром, Михаил Рыбкин. Добрый вечер. По последней информации, первый этап аварийно-восстановительных работ завершен, коммуникации подключены, временная кровля установлена и завалы убраны. Я сейчас попрошу выдать картинку на экран, как сейчас выглядит шестой этаж этого дома. У нас пострадавшие в нашей студии. Татьяна Анастасия, что вам говорят, когда вы сможете вернуться домой? Говорили, в начале сентября, в середине мы сможем вернуться. Но вопрос возникает, куда мы вернемся, что там будут за условия? Вы там были в последние дни? Там перекрыто все, он никак не попасть. То есть вам даже в своих офицерниках? Уже сейчас три дня, никаких рабочих там никого нет. Когда возобновятся работы, мне тоже интересно. Ну вот да, вот этот вопрос надо, конечно, адресовать. Наталья Юрьевна, то есть первый этап закончен, следующий этап это что, капитальное восстановление уже? Да, на самом деле первый этап заключался, состоялось чего? У нас была поставлена задача расчистить шестой этаж мансардный, потому что там было очень много грязи, пепла. То есть сгоревшее все это. И возвести временную кровлю, для того, чтобы жильцы нижних этажей, их не заливал дождь, погодные условия у нас разные. Мы выполнили по утвержденному плану графику эти мероприятия. Сейчас администрация поселения, мы собираем пакет документов, согласно постановлению правительства 239-му, и уже будем его направлять для получения денег из резервного фонда на восстановление, на капитальный ремонт мансардного этажа шестого. Почему перекрыт, объясню. Почему не попасть? Для того, чтобы в избежание опять несчастных случаев сейчас закрыт доступ полностью на шестой этаж. Михаил Викторович, вот с подобными ситуациями наш регион, к сожалению, сталкивается достаточно часто. Это не первый и, увы, не последний дом, который сгорел. Тем не менее, почему именно на этот раз была объявлена чрезвычайная ситуация? Мы помним все прекрасные истории, например, с Малой Вишерой, когда тоже было огромное количество людей, оставшихся без жилья. Тогда этот режим не объявлялся. Почему на этот раз он был? В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, есть классификация чрезвычайных ситуаций. Если ущерб составляет более 5 миллионов рублей, то эта чрезвычайная ситуация уже переходит на региональный уровень. Соответственно, комиссия по чрезвычайным ситуациям района совместно с Панковским городским поселением собрали комплект документов, представили в правительство области. И на основании этого документа было принято решение в РИО губернатора объявить указом о режиме чрезвычайной ситуации, конкретно по указанному адресу. Алексей Владимирович, а вот опять же, вспоминая о Малой Вишере, почему там не было? Там ущерба было меньше? Да, и ущерба не предполагал. И в данной ситуации такой тоже редкий случай, когда именно такое большое количество квартир одновременно было уничтожено и нарушена жизнедеятельность граждан. Поэтому именно областная комиссия, действительно параллельно областная комиссия по ЧАЭС параллельно работала, сразу же происходила оценка ситуации. И именно исходя из общей задачи проработать, какие способы возможны для восстановления дома, были сразу же проработаны вопросы за счет каких средств, и именно за счет средств резервного фонда в городской области, так как резервный фонд муниципального района уже не покрывал. Ну а сумма говорить рано, да, еще не просчитано, сколько будет стоить восстановить мансардный этаж. Да, у итоговых сумм, говорить рано, потому что сейчас идут работы над разработкой проекта и сметной документацией. Это сейчас в процессе. Вы сами уже рассчитали потери финансовые, которые вы понесли, ущерб? Ну конечно же. Тут вот я говорю, опять же, дочке у меня годик был 18 апреля, к ее день рождения полностью в квартире сделан был ремонт. Ну помимо этого, конечно же, какое-то имущество, техника и все остальное. Ну вот сумма какая? Сколько придется потратить денег, чтобы восстановить квартиру? Больше миллиона. Больше миллиона. Что будет сделано конкретно? То есть будут восстановлены стены, будет сделана крыша и коммуникации, да, видимо? Все остальное будут делать сами люди. Ну вот из средств бюджета, да, мы будем просить деньги на общие домовые нужды. То есть это восстановление кровли мансардного этажа, это восстановление инженерных систем, это ремонт подъездов. Это из средств бюджета. Я знаю, что... Да, вы хотели спросить. Да, я хотела спросить. То есть получается у меня будут стены не заштукатуренные, без обоих, без всего это будет просто кирпич, да, лежать? Вот таким образом это или как это будет происходить? Это я говорю, что вот из средств бюджета. А дальше мы уже будем планировать, как дальше проводить ремонт и приводить квартиру в порядок. То есть дополнительные средства какие-то будут еще изыскиваться, возможно, спонсорская поддержка? Да, мы будем работать над этим, да. Ну вот в том числе и наш телеканал принимает участие в благотворительные акции «Вернуться домой». Уже вторая неделя пошла, как мы собираем деньги. И выступление уже есть, и я призываю всех наших телезрителей помочь в этой ситуации, потому что людям справляться тяжело. Я знаю, что несколько домов в Панковке построены по тому же самому проекту. И, соответственно, те же самые проблемы. Денис Александрович, прокуратура провела проверку. Что выяснилось? Ну, я сразу хочу сказать, что для органов прокуратуры вместе с органами расследования важно не просто установить причину, почему загорелась квартира, а важно установить, почему загорел весь этаж. Поэтому здесь комплексно мы подходим к этому вопросу. Органы расследования занимаются в том числе и этим направлением по этому вопросу, причина, по которой загорел весь этаж. А мы смотрим соответствие той проектной документации, которая была на стадии строительства, и результатов строительства вот в эксплуатацию этого дома. И на сегодняшний день, если говорить о доме, который сгорел, то мы уже видим определенное несоответствие, несоответствие и вопросы к застройщику. Но, к сожалению, эта фирма уже ликвидирована в 2009 году. И то есть людей этих не найти? Этих людей не найти. Но можно же найти людей, которые принимали этот дом? Я хочу сказать, да. И, естественно, вот, отвечая на ваш вопрос, да, этот дом принимала администрация Новгородского района в 2005 году. Естественно, на сегодняшний день, поскольку введен режим чрезвычайной ситуации, выделяются деньги и лежит время на бюджете восстановить вам полностью жилье. Я думаю, что оно будет восстановлено не только восстановлены стены перекрытия, но и будет вам сделан там косметический ремонт, как в обычных домах, которые сдаются застройщикам. От застройщика, то есть никакой? Да. Что касается, продолжаю отвечать на ваш вопрос, на самом деле есть еще один такой же дом, построенный в той же компании, по тому же типовому проекту. Мы провели там такую же проверку, выявили, что есть вопросы, касающиеся состояния пожарной безопасности этого дома, связанные с качеством выполнения системы огнезащиты. Это связано, в первую очередь, с количеством листов гипсокартона, которые находятся на стенах, где расположено мансардное окно. То есть по проекту окно, а по факту? По проекту два листа гипсокартона, да, по факту один. На самом деле количество листов гипсокартона является важным сдерживающим фактом для распространения сдерживания огня, которое позволяет силам пожаротушения ликвидировать очаг возгорания. По итогам проверки будет ли какое-то предписание выдано для ликвидации? По итогам проверки будет обязана актом прокурорской реагирования управляющая компания вынести данный вопрос на общее собрание жильцов, собственников квартир, потому что в основном время ляжет именно на них решение вопроса о капитальном ремонте крыши. А как вообще сами жильцы этого дома, который по такому же проекту построен, как они настроены? То есть они живут на пороховой бочке фактически? Ну после того, как произошел вот этот несчастный случай, то да, они обеспокоены сейчас. Они готовы заплатить деньги для того, чтобы исправить эту ситуацию? Ну управляющая компания еще не собирала жильцов, не проговаривала этот момент. Я думаю, что они должны быть заинтересованы. Это вопрос. На самом деле мы встречались с жильцами, еще будем с ними дополнительно встречаться, разъяснять им все правовые последствия и возможные преимущества от принятых ими решений. Сегодня они на самом деле живут на пороховой бочке, и я думаю, что готовы принять активную часть для того, чтобы в дальнейшем с ними не случилось то же самое, что произошло с жителями корпуса 1. Потому что пострадали не только те, которые сгорели, имущество еще сгорело на 6 этаже, но и те, которые живут ниже. Все до первого этажа, я так понимаю, все пострадали. Потому что фактически до первого этажа было залито водой полностью имущество и обстановка квартир. Да, Михаил Викторович, не могу у вас не спросить. Тут было сказано, что принимала районная администрация дом. То есть эта приемка была как проведена? Без экспертиз, без специалистов? Просто так бумажку подмахнули и все? В соответствии с установленным порядком. И сейчас работают следственные органы, которые выяснят эти обстоятельства. То есть пока что-то рано говорить. Вы когда покупали эти квартиры, вас предупреждали о том, что в общем... Конечно же нет, по документам все чисто гладко. Но по документам изначально, то есть у нас 6 этаж был 5+. То есть по факту этот дом, он не должен был быть 6 этажом. Но это не давало им права лепить картонный дом? Да, был дом, то есть по документам 5+, это у нас техпаспорт. Это не давало им права лепить вот такое вот жилье? Мне говорили, что у вас были установлены противопожарные сигнализации на последнем этаже. Этого не было? Нет, не было ничего. То есть тех домах, которые вы проверяли, то уже их нет? Да, мы провели проверку. При опросе жильцов установлено, что датчиков сигнализаторов пожарной безопасности изначально не было. Они должны там быть? Они должны быть по всем нормам и правилам. Кроме того, в квартирах должны быть пожарные краны и рукав пожарный длиной 20 метров, чтобы было возможность у жильца локализовать огонь в собственной квартире. То есть нарушение кучи? Мы тоже таких кранов не нашли. Хотя в доме корпус 2 по проекту они предусмотрены. Хорошо. Алексей Владимирович, пожарный надзор принимает участие в приемке зданий жилых домов? С 2007 года не принимает, ввиду изменения законодательства, но в то время принимал. И пожарная сигнализация, она... Ну, еще раз говорю, что сейчас идет следствие, поэтому все действия и все, скажем так, будут оценкой на нам, безусловно. Но вот к вопросу о том, как принимается дом, безусловно, он принимается, исходя из комплекса и анализа той документации, которая оформляется в ходе строительства. То есть туда на крышу никто не залезает и не проковыривает дырочку, чтобы посмотреть, что там? Да, да. То есть строительная компания, она оформляет все строительные действия, соответствующие документации. И она, конечно же, в комплексе все оценивается. Денис Александрович, а если вот выяснится, ну вот грубейшие нарушения, и фактически это мошенничество и обман людей, которые купили там квартиры. Вот кого-то привлечь к ответственности можно? Из тех, кто строил? Ну, здесь такой вопрос был дискуссионный с моей точки зрения, с учетом того, что проводится расследование по этому дому. Я хотел бы, конечно, не раскрывать направление расследования вашим параллельным вопросом. Мы вас поняли. У нас есть телефонный звонок. Слушаем вас. Нет, сорвался звонок. 67 97 67. Работаем в прямом эфире. Обсуждаем мы сегодня ситуацию в Панковке, которая произошла в ночь на 13 мая. Сгорел весь шестой этаж многоквартирного дома на студии Погорельцы. Скажите, пожалуйста, вот ваши соседи, которые живут на пятом, на четвертом и так дальше, они тоже где-то квартируются, скажем так, у родственников, у друзей или кто-то все-таки уже въехал обратно? Я в данный момент соседка, которая жила у меня на пятом этаже подо мной, она звонила мне еще на выходных, она сказала, что я вымываю все, ковры сушу. Говорит, хорошо, что на полу лежали ковры, что они впитали воду, которая стояла. Говорит, как только добил свет, я, говорит, ну, буду заезжать домой. То есть на пятом, даже в первом подъезде я знаю точно, что соседка у меня живет уже с выходных. И я говорю, как вообще ситуация, то есть, ну, в доме, что там происходит? Она говорит, что все все сушат, выносят, моют, убирают, то есть все пытаются как-то обратно домой вернуться. В сети обсуждали, что якобы была плохо организована система охраны и все равно действовали мародеры. Это так? У кого-то что-то пропало? Я не согласна. У нас пропало, да. Я могу прокомментировать ситуацию. Ну, я сам был на месте происшествия непосредственно, и в моей задачи в ходе координации действий правоохранительных органов в органах власти на месте происшествия. Сразу было выставлено, были привлечены дополнительные силы органов внутренних дел, по периметру было сделано ограждение дома, чтобы ни на кого случайно не упало сверху обломки остатков от пожарища. Были выставлены патрули у подъездов, в квартиры пускали людей только по предъявлению документов. Да, я согласна с этим, потому что на следующий день с утра, буквально там 8 утра мы приехали, чтобы хоть подняться, посмотреть, ну, что осталось. И к нам подошел сотрудник правоохранительных органов, то есть предъявить какие-то документы. А эти документы все сгорели? Ну, сгорели, но вот у меня хорошо остались, то есть у мужа часть документов, и он записывал фамилии, и он вплоть до того, что до 5-го этажа он с нами даже поднимался, то есть он контролировал, куда мы конкретно идем. Я больше скажу, ни одного сообщения о преступлении о краже не зарегистрировано на сране по этому поводу. А потому что мы не хотим обращаться по этому поводу, уже смысла как бы мы не видим. Ну, если у вас есть повод обратиться, то нужно обратиться. У нас есть телефонный звонок, слушаем телезрителя. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Есть звонок у нас? Здравствуйте. Вот, здравствуйте, слышим. Говорите? Мне вот сейчас, я неоднократно смотрю программы, программы по поводу этого пожара, и вот сейчас прозвучал вопрос господина прокурора, непонятно, почему возгорелся весь этаж сразу. Да, да, слушаем, мало времени у нас. А дело в том, что за 10 дней до случившегося был обвал, обвал квартиры был, вы меня слышите, да? Мы вас слышим и помним эту историю. При обвале расходит натяжение проводки, при натяжении проводки происходит нарушение изоляции в некоторых местах. Вот почему изгорел полностью весь этаж. Рассматривается такая версия? Ну, я отвечу на этот вопрос. На самом деле, было обрушение потолка в 3,4-й квартире, и протечка как раз в той, 54-й квартире, которая сгорела буквально через сутки. Но это не имеет отношения никакого к возгоранию. Это больше имеет отношение к монтажу кровельной системы, ее качество по монтажу. Вот что мы, в принципе, то же самое установили, что есть проблемы и вопросы к застройщику и подрядчику. Ну, это был некий такой первый звоночек, потому что действительно обрушилось, мы снимали сюжет по этому поводу. Тогда-то было видно, что, в общем, крыша-то ужасная. Никто не обратил на это внимание? Ну, я здесь могу сказать, что нормы, в принципе, строительные нормы, они предусматривают и допускают настраивание домов жилых на сорными этажами. Да, есть вопросы по специальному, скажем так, выполнению строительных работ, что сейчас и проверять. То есть он не просто там возник и... Возвращаясь, заданному вопросу, обрушение потолка произошло в результате протечек и размокания гипсокартонных конструкций. То есть к пожару это не имеет отношения. Ну, то есть крыша изначально была картонная, можно так сказать? Нет. Нет. Крыша была сделана из андулина, специального материала. Просто она уложена неправильным образом и влияет только на сбережение, ограждение жильцов от протечек и намокания. Протекала крыша с самого момента сдачи дома. Такая же ситуация есть и по второму корпусу. И мы точно так же собрали заявление жильцов, и прокуратура района занимается этим вопросом, именно состоянием крыши, чтобы она не протекала и не уничтожала ее. Я правильно понимаю, что все квартиры в этом доме были в частной собственности, то есть ни одного муниципального жилья там не было? Да, верно. Все 72 квартиры, к честной собственности. И то есть частично они, наверное, даже у кого-то были в ипотеке, да? То есть люди продолжают платить кредит за несуществующую квартиру, грубо говоря, да? Скажите, а у кого-то были застрахованы квартиры? У меня как раз всегда она была застрахована. 5 мая кончился договор страхования, и болел ребенок, и не было возможности. Просто да. Я думала, ну ладно, сейчас там неделя, и как раз поедем застрахуем. А так, да. Если не интересно, сколько вы платили за страховку за год? Страховку 5 тысяч рублей. 5 тысяч рублей? Да, да. Она с каждым годом уменьшалась. То есть изначально было 8, поменьше. То есть фактически, если бы у вас действовал договор страховки, то вы бы получили какую бы сумму вы получили? Не представляю. То есть это все там очень много везде, как я вот понимаю, подводных камней. То есть так как даже говорили нам в администрации, что у нас же есть виновник, мы привлечем угол к уголовной ответственности. То есть так же мне муж страховая сказала, что у вас это уголовное дело. Это не само загорелось. У вас есть человек, из-за которого это произошло. Михаил Юрьевич, вот этот выход подобный, может быть, ввести обязательное страхование жилья? Ну это собственники жилых помещений, как собственники имущества, должны сами беспокоиться. И в первую очередь, как одна из степеней... Да, и всегда будут застрахованы. Или вы, наверное, после этого инцидентами его застраховали? Поэтому каждый должен принимать это решение, и, соответственно, обязательного страхования у нас такого нет. Алексей Владимирович, вы хотите сказать? Я хотел добавить, что регулярно, на самом деле, проводятся заседания в правительстве в рамках комиссии по ЧС для выработки и вообще для анализа, что происходит каждый день, какие им нужно проблемные вопросы подкорректировать, решать. И сегодня, в том числе, было отдельное совещание, на котором рассматривался вопрос оценки и что можно сделать по доп. выплатам. И была информация, как раз озвучивалось, что две ипотечные квартиры застрахованы, и непосредственно страховая компания с ней, был разговор составлен, что они пояснили, оформляют документы по возмещению именно банку. То есть страховка? Банку кредита, да. То есть люди, по идее, должны от этого времени выректировать. То есть они не будут платить ипотеку, но они все равно остаются без квартиры. Снимут остаток долга, да. То, что находилось в квартире, это никакая страховая не будет измечаться. Нет, но то, что находилось в квартире, тоже можно застраховать. Но фактически, ну не областной же бюджет должен вам окупить сгоревший телевизор, микроволновку и новые хорошие красивые виниловые обои, правильно? Это понятно, но все равно кто-то же должен быть виноват в этом случившемся. Нет, у меня вот только один вопрос. Я ладно, согласна, там курил, всякое бывает. Но я не понимаю того, как до моей последней квартиры в первом подъезде это все могло вот дойти за полчаса. И почему было такое бездействие? Я загорелась в третьем подъезде, а у меня сгорела в первом еще самая крайняя квартира. Говорят, что действительно людей выводили буквально в тапочках и в халате, и все были уверены, что потушит очень быстро, потому что там просто маленькое задымление было. Но буквально за полчаса, говорят, да, сгорела вся кровля. Почему так быстро распространился огонь, опять же из-за нарушений, или это недоработка, не знаю, сотрудников МЧС, спасателей? Как они сработали? Оперативно и хорошо, профессионально? Я могу здесь пояснить, что сам занимался подробным расспросом, опросом и вообще общением с очевидцами и с участниками тушения пожара, непосредственно считающим первые действия. Во-первых, дом расположен в непосредственной близости, нормативной от пожарного депо. То есть у новой ленты есть вторая пожарная часть, которая в течение пяти минут, она подразделения, данного подразделения, прибыли к месту пожара. Это раз. Вообще характер, конечно, первых действий, вернее, первых ситуаций показывал, что пожар уже развился, полностью горела квартира внутри. Соответственно, здесь мы чётко видим, что будут поздние такие факторы, как позднее обнаружение, позднее сообщение о пожаре. Да, они чем-то, конечно, были вызваны, там, сном, поздним обнаружением, но это действительно было. А позвонили в МЧС соседи, да, кто-то? Ну, позвонили очевидцы, да. Факт тот, что пожар успел развиться, это раз. В течение пяти минут был повышен ранг пожара до один бис, и в течение семи минут был повышен ранг пожара до второго номера. Это максимально по Новгороду. Соответственно, восемь цистерн, пожарных цистерн со всего города, они съезжались к этому месту пожара. И я хочу подчеркнуть, что последствия какие? Во-первых, спасли женщину ту, которая сейчас с ожогами находится. Она была на шестом этаже, не дышалась, ей было не выйти. Её вместе с соседями выводили именно пожарные подразделения, включившись в газы. Но это же всё неправда, я вот не могу это слушать. Никого не эвакуировали, никого. Во-вторых, последствия. Больше никто не пострадал. Поэтому это тоже часть того, что эвакуировали, не эвакуировали, там оповещали или нет. Но эвакуировали же не сотрудники БЧС, там были сотрудники полиции, которые... Все вместе проводили работы по оповещению. Соседи нам друг друга. Может быть, кого-то там не оповестили, там кто-то не слышал. Соседи, только соседи друг друга и оповещали. Всё. Это же нормальная ситуация, когда, в общем, все бьют тревогу. Я хочу сказать про свою маму. Я могла из-за халатности чьей-то лишиться мамы. Потому что её не хотели спасать. Моя сестра говорила, спасите мамочку, бегала по двору, орала, её было видно из окна. Она торчала из окна с мокрым полотенцем. А товарищи спасатели говорили, там никого нет, успокойтесь, во-первых. Во-вторых, лестница до туда не дотянется. Всё, успокойтесь. И тогда уже её муд побежал сам в горящий дом. Я этого просто так не оставлю. Есть тот комплекс, который проводился. Он первоначально сейчас показывает на достаточных тех действий, конечно. Все жители подтвердят, что никого не эвакуировали. Но в рамках уголовного дела, в том числе, будут проверять действия сотрудников МЧС. Я думаю, что да. Ещё один вопрос, который возник у жителей. Почему-то все считают, что вы приехали с пустыми пожарными машинами. Ну, это такое даже уже не смешно. Постоянно каждый пожар, почему-то все приезжают. Такая специфика пожарных машин, что у них есть бочка. Бочка с ограниченным количеством воды. Разумеется, в зависимости от работы пожарных стволов, она опустошается от 2 до 5 минут. Соответственно, потом, по всей тактике, автомобиль ставится на водоисточник. Это пожарный гидрант, который был рядом в 10 метрах от здания. И с гидрантом тоже, говорят, были проблемы. И в 200 метрах. Мы после, соответственно, в рамках проверочных действий, специально наша экспертная организация приезжала, проверяла. Гидрант исправен. Да, есть вопросы по водонапору, по сети, водопроводной сети, по напору водопроводной сети. Но именно, в том числе и от соседнего гидранта, осуществлялось тушение. То есть в том, что там не текла вода, виноват водоканал? Ну, это состояние водопроводной сети. Или управляющая компания. Давайте я позволю здесь мешаться, поскольку я был на месте происшествия фактически с начала возгорания, находился постоянно у штаба, слышал фактически все переговоры по рации, проблем с подачей воды не было вообще. То есть проблема действительно в самой крыше, которая из-за конструктивных особенностей. На мой взгляд, предварительное заключение, наши выводы, именно конструктивная особенность не проекта, а именно исполнения крыши. Фактического, да. Наталья Юрьевна, давайте вернемся действительно к проблеме самих погорельцев. И к помощи, которая им будет оказана. Мы прекрасно понимаем, что первостепенная задача это жители шестого этажа. Всем остальным будет оказана какая-то поддержка, у кого затопленные квартиры. Какие действия сейчас там проводятся? Что хочу сказать по помощи. Значит, по горельцам из шестого этажа собран пакет документов администрации, направлен в правительство области. На единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. В РИО губернатор Андрею Сергеевичем уже подписано это распоряжение, оно уже есть. То есть на следующей неделе, поэтому мы будем работать. 50 тысяч кому? На каждого члена. На каждого. На каждого. На каждого. Годовалый ребенок. Я там прописана, а ребенок нет. Но вы его не успели прописать? Также у меня ребенок там. Вот у меня двое детей. Прописан я собственник, муж собственник. Прописан один ребенок. Друзья. Подождите, нам дарут на троих. В рамках закона, к сожалению. Я согласна. Есть квартиры, в которых прописано по 6 человек. Кто-то живет на севере. Там-сям. Им по факту это помощь. А у меня ребенок также 6 лет живет со мной. Отходила. Вот Наталья Юрьевна знает. Панковский детский сад все это время. То есть живет со мной, а ее как бы и нет. Видите, мы здесь тоже руководствуемся документами. Не просто так вот. То есть если положено, что кто-то пострадает. Да, да, да. Зарегистрировано. Пострадавшим какие-то документы специальные нужно оформлять, собирать справки. Мы с ними вот именно в ручном режиме работаем. Мы с ними постоянно на связи. Мы все собрали, все заявления. Этот пакет документов мы отправили. Что касается по помощи жителей с 1-го по 5-й этаж. Как раз сегодня состояло заседание Думы Новгородского муниципального района, на которое было принято решение о выплате единовременной материальной помощи пострадавшим именно от подтопления. То есть 192 тысячи на это мероприятие будет уже выделено. Решение принято депутатами. И с понедельника мы начинаем эту работу. То есть собираем пакет документов, ходатайство. А как в суммах идет речь там, на каждого прописанного человека? Или пока еще это не определено? В понедельник мы будем оформлять совместно с городским поселением документы на комиссию, которая будет рассматривать выделение денег из резервного фонда. И будем конкретно рассматривать те акты, которые предпредставят поселение. Комиссия прошла все квартиры, составлены акты по нанесенному ущербу и будем рассматривать. Пятый этаж, пострадавший, четвертый, меньше, первый, значительно меньше. И здесь подход будет дефицированный. Помогают им сейчас как-то справляться с той ситуацией, которая у них в квартире? Помогают только волонтеры. У нас на базе Дома молодежи создают пункт приема. Там очень много людей откликнуло. Спасибо им огромное за помощь. Приносят вещи, продукты, питание. Я знаю, что буквально в первые два дня уже просто весь зал был за помощью. Весь зал и сейчас тоже очень много вещей. И сегодня везут и везут. Продукты питания, чистящие, моющие средства. То есть волонтеры, девочки вместе с руководителем Дома молодежи, они вот обзванивают и погорельцев, и те, кто проживают на пятых, и на четвертых этажах. Что сейчас больше всего нужно? Можно я вот немножко скажу? Опять же, спасибо большое волонтерам, что они вот так вот помогают. Девочки там, правда, дежурят днями, неделями. Но администрации мы пока не уделили никакой помощи. Не на съемную квартиру, где нам жить опять же с ребенком. Вы считаете, что администрация должна профинансировать вам съемную жилье? Нет, конечно, я понимаю, что там сейчас проводятся все эти совещания. Нет, я не считаю, что они должны снять мне квартиру. Но какую-то помощь оказать должны. Какая-то помощь каждый из вас получит по 50, но и не по вине администрации, скажем так. Не по прямой вине, скажем честно. Я хочу сказать, что еще с погорельцем мы работаем именно в тесном контакте и вопросы решаем по мере их поступлений постепенно. Если я знаю, что да, у Татьяны Владимировны, так получилась такая ситуация. Наталья Юрьевна говорит, негде. Получилось, что подыскали им квартиру. Они сейчас живут на Чуденцево. То есть, да, у нас чужой человек с Натальей Юрьевной. Они связались, и абсолютно чужая женщина дала нам ключи, двухкомнатная квартира. Скажет, живите, пока вас не построят столько, сколько надо, живите. Потрясающая взаимовыручка, которая... Да, которая именно наша. Спасибо именно людям. Потому что именно они нам привезли сразу холодильник в эту квартиру. То есть волонтеры не звонят, что вам надо. Мы говорим, холодильника нет. Тут уже газель с доставкой, холодильник, детский диванчик. То есть люди, дай им Бог здоровья, оказывается, мир нас все-таки. Скажите конкретно, вот есть какие-то вот такие очень насущные проблемы, что нужно привозить в панковку для погорельцев? Я знаю, что продукты питания, вещей очень много. Ну, длительное хранение, соответственно, это крупы, макароны, сахар, чай и так далее. Да, тут фермеры наши привозили и овощи, и чистящие средства. Сейчас тоже очень быстро уходит, потому что жильцы возвращаются в свои квартиры. Это вот четвертый, третий, пятый этажи. Они намывают свое жилье. И то есть вот чистящие средства тоже, вот они очень быстро, как говорят, волонтеры улетают. Я могу только добавить, спросили заявление и так далее. Вот понедельник-вторник Департамент Судозащиты области уже начнет выплаты, вот индивидуально работать с каждыми жильцами по 50 тысяч рублей. Там на основании заявлений индивидуальных, то есть с понедельника-вторника, всю следующую неделю будут проводиться вот эти работы по индивидуальным выплатам. Что делать людям, у которых сгорели документы, как они могут подтвердиться? Вы здесь включаетесь в эту работу? Да, мы в самом начале точно так же прорабатывали, всех обзванивали, спрашивали. Вот у Татьяны Владимировны, у нее и паспорт сгорел, она восстанавливает сейчас по временному. То есть это мы работу тоже проводили и проводим сейчас. Когда будут уже конкретные результаты проведенного расследования? Сколько нам еще ждать? Месяц, полгода? Это, чтобы понимать, кто виноват и что делать. Давайте я отвечу, что следствие только начато, прошло чуть больше двух недель. Там должен быть проведен огромный комплекс экспертиз, истребованы и найдены, истребованы документы, которые подтверждают строительство в эксплуатацию. И самое главное, это сложная строительная экспертиза, которая ответит на все поставленные вопросы. Для этого нужно время. Что касается органов прокуратуры, то мы уже на следующей неделе подготовлены проект представлены. На следующей неделе его внесем в управляющую компанию по дому корпуса номер два. В понедельник будет заседание КЧС. Мы туда тоже приглашены. Мы хотим предложить при подготовке проекта по восстановлению дома свое видение об установлении на крыше максимальной огнезащиты, чтобы не повторилась такая ситуация. Сколько же это будет стоить с бедным собственником? Но с другой стороны, наверное, не столько, сколько... Я сейчас говорю про том, который сгорел. Про том, который сгорел, да. Чтобы в проект заложили уже все эти параметры, чтобы у нас не повторилось развитие данной ситуации, чтобы уже за счет бюджетных средств можно было предотвратить в будущем развитие таких событий. Когда уже наступит время для конкретных капитальных ремонтных работ, потребуется ли нам помощь волонтеров, опять же, каменщики, кто будет клеить обои, я не знаю, класть пол и так далее? То есть будем призывать народ помогать этому дому? Будем, конечно, призывать. Но сначала мы начнем возводить крышу, капитальное строительство, инженерные сети подключим. И будем уже, конечно, мы никогда не отказываемся, нет какой помощи. Я думаю, что нам городцы подключатся и к этому вопросу. Милые девушки, хочу вас спросить, ну вот дай бог все-таки к сентябрю, к осени вы въедете и вернетесь обратно в свои квартиры, и всем миром, дай бог, мы действительно это все починим и восстановим. Страховать-то будете? Наверное, да. Да, как-то тут такая ситуация, пока сам в нее не попадешь, наверное, смотрю, вот я смотрю по телевизору, там горит, там горит, но я думаю, ну меня не коснется. То есть вот это страхование, тем более знаешь, насколько страховые компании у нас сейчас аферисты, можно застраховать, и потом эту страховку фиг еще ты получишь. Вот в этом плане я как-то никогда не думала, что пожар вот дойдет до меня. Ну, с другой стороны, представите, если сейчас вот что-то случится, не дай бог, конечно же, с каким-то еще домом в той же самой Панковке или в другом каком-то, да, населенном пункте, и что, опять бедная администрация будет изыскивать средства и возможности. Ребят, вот призываю всех... Почему вы так отрекаете, бедная администрация? Ну, да, надо, правда, обязательно страховать. Ну, подождите, мы платим налоги. Бюджет у нас не резиновый. Хорошо, средняя квартплата 5 тысяч рублей, то есть мы платим месяц 5 тысяч рублей, вот управляющую компанию ВЕЧа. Они не могли сделать крышу в доме? Если, вот, сколько у нас, 200 там, хорошо, сколько квартир? Я не знаю, 70 по 5 тысяч рублей каждый месяц. Не могли крышу... Они не могли заставить и больше человека в постели, поэтому вот это вина конкретного человека, если это будет подтверждено и доказано. Вина человека, что его сгорела квартира, ну, как бы этого достаточно... Сгорели ваши квартиры. А то, что моментально сгорела вся крыша, это уже не его вина, это уже вина кого-то другого, я думаю. Ну, это комплекс, наверное, в общем, задачи и проблемы. Я думаю, что в течение какого-то ближайшего времени мы выясним уже, кто виноват и что делать. Нам пора... Еще вопрос. Жильцов дома ознакомят документально с окончанием вот этого дела? То есть мы увидим вот это или это будет со слов? Бесспорно, все СМИ, которые пристально следят за этой ситуацией, везде будет, я думаю, что опубликовано, и в том числе, конечно же, с вами, вас ознакомят с этими результатами. Да, Денис. Управление дома, это в первую очередь дело каждого собственника. Вот сейчас за счет бюджета восстановят крышу, сделают ее, управлять домом должны собственники. Они выбрали этот способ управления. Спасибо. У нас мало времени остается до финала. Пора заканчивать. Новгородское областное телевидение тоже не смогло остаться в стороне. Совместно с фондом «Звездный порт» мы продолжаем благотворительную акцию «Вернуться домой». Помочь очень просто. Отправить СМС со словом «Заново» латиницей на короткий номер 3443. Сообщение нужно будет подтвердить, и затем с вашего счета спишут 50 рублей плюс минимальная комиссия оператора. Также перевести деньги можно на расчетный счет или воспользоваться сервисом «Яндекс.Деньги». Все подробности на сайте нашего телеканала. В акции уже приняло участие более 500 человек, но, скажу честно, по 50 рублей крупную сумму собрать непросто. Но вчера на счет пришло 700 тысяч от одного из петербургских предпринимателей. Он пожелал остаться неизвестным. От лица всех нас говорю ему спасибо и очень хочу обратиться к нашим новгородским бизнесменам и просто состоятельным людям. Если в ваших силах помочь, то сделайте это. Это была «Точка кипения». Сегодня мы закрыли сезон, увидимся уже в сентябре. И очень хочу всем пожелать, чтобы это лето мы пережили без потрясений. Счастливо.